Всем привет! Меня зовут Кирилл Укьяненко, я из города Санкт-Петербурга. Плыву в Волгу уже второй раз, и второй год подряд я меняю дистанции. В прошлом году я плывал пятерку, в этом году я плыву один километр. То есть решил взять покороче. Представляю клуб Цунами. Километр плыву, скажем так, это для меня спринтерская дистанция. Я больше по открытой воде специализируюсь на более длинных, на сверхдлинных, я бы сказал. У меня цели попробовать заскочить в абсолютный зачет. Попробовать. Не знаю, получится или нет, но мы посмотрим. Из основных соперников у меня мои же знакомые ребята. Это два Ивана Токарев и Ковалев. Мой одноклубник товарищ Миша Ерошин. И еще пару сильных ребят, чьи имена я запамятовал, о которых мне говорили другие мои коллеги. Плыть в этом году я принял решение относительно недавно. Это было несколько спонтанное решение, поскольку у нас был командный выезд. Вернее, он сейчас есть, командный выезд в Нижний Новгород. И для Шарма, поскольку мы выходим на парад команд, для Шарма мы решили участвовать все. Все, всем составом, кто сюда приехал. И, соответственно, выбор пал на единичку еще и потому, что эта дистанция просто более доступна была по стоимости слота и по конвертации. Так как я конвертировал слот с другой гонки X-Waters в Санкт-Петербурге. На самом деле, вот трасса в Волге, в целом, это касается и пятерки, и тройки, и единички, и двойки. Сложность одна. Это сильное непредсказуемое из года в год течение. То есть, тут нужно всегда уметь ориентироваться на открытой воде. Всегда. То есть, когда у вас нет индивидуального сопровождения, в дело вступает ориентирование. То есть, это специальный элемент, которому обучаются ребята, которые плавают на открытой воде. И, соответственно, сложность в том, что вас может просто унести. А по правилам X-Waters в Волге, если вас уносят за бой, и вы не можете самостоятельно достигнуть финиша, вы с дистанцией снимаетесь. Поэтому за этим необходимо следить. Обязательно посмотрите стартовый, предстартовый брифинг, видео. Он в этом году снят вообще замечательно. Я смотрел, это что-то новое. Ну, еще и потому, что введена новая дистанция, я так понимаю. Но, в принципе, там очень мало текста и очень много, ну, скажем так, мало лишней информации. Много, вот, меньше текста, больше дела.